Музыка Жизнь, цикл деятельности испытательной лаборатории начинается с отбора и подготовки образца для проведения испытаний на качество продукции. Музыка Для подготовки образца к испытания испытательная лаборатория оснащена оборудованием фирмы Рейджи. Это щековая дробилка BB200. Музыка Планетарная мельница PN400, дисковая мельница DM200. Музыка 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 Прободелитель ПТ-100, а также таблеточный ГРС-525 для прессования таблетки рентгенно-спектрального анализа. Музыка Музыка Весы новой серии Quintex специально созданы для того, чтобы сделать повседневную работу в лаборатории простой и приятной. Работать с этими весами удобно и легко, благодаря современному пользовательскому интерфейсу и сенсорному экрану. Музыка Музыка Весы Quintex имеет набор встроенных, удобных в работе приложений. Эти приложения вместе с набором аксессуаров позволяют выполнить все задачи пользователя. Например, при помощи комплекта для определения плотности можно определить плотность раствора с высокой степенью точности. Музыка Титраторы серии Tetrando компании Metron – самые функциональные для горы с неограниченными возможностями в области титрования. Высокая производительность, прослеживаемость, точность результатов, вместе с этим простота использования и максимум комфорт в работе. Управление титратором осуществляется персональным компьютером с помощью программного обеспечения Tiago. Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин Для измерения pH и концентрации ионов прямым измерением и методом добавок метром предлагает pH-метр-иономер 781. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 продуктов оснащена современными оборудованиями фирм Антон Пар Лаулер Лауда. Работа на данном оборудовании не требует много затраты времени. Каждый прибор при включении автоматически нагревает или охлаждает за счет встроенного элемента пельте. Определение температуры застывания проводится на приборе Лаулер DR422. Образец помещен в сосуд с термопарой. Охлаждение управляется автоматически. По окончании анализа прибор сам проверяет температуру застывания образца и выводит результат на дисплей. Определение фракционного состава нефтепродуктов проводится на приборе АДУ-5. Приемная камера с температурным контролем. Образец нагревается инфракрасными лучами. Результат выдается на дисплее. Определение предельной температуры фильтруемости проводится на приборе КОЛИСТА-100. Условия проведения испытания заложены в программном обеспечении. Температура охлаждающей рубашки понижается заданной скоростью до минус 34 градуса Цельсия. Топливо с помощью насоса всасывается через фильтр в колбу за определенное время. Температура, при которой заполнение колбы превышает 60 секунд, является предельной температурой фильтруемости. Определение температуры вспышки в открытом тигре и температура воспламенения проводится на приборе ЦЛА-5. Метод испытания измеряет склонность нефтепродукта образовывать горючую смесь воздуха. Подходит для вязких материалов с температурой вспышки в интервале от плюс 79 до плюс 400 градусов Цельсия. Определение коэффициента проломления проводится на рефрактометре Абимат-350. Независимо от свойств образца, можно измерять все образцы от жидкости до клеток в части. Определение вязкости проводится на вискозиметре Штаббингера СВМ-3000. Прибор для одновременного получения значений динамической и кинематической вязкости, а также плотности. Прибор имеет встроенную программу расчета индекса вязкости. Встроенный термостат способен поддерживать температуру от 15 до 105 градусов Цельсия. Аппарат для определения плотности ДМА-4500. Прибор позволяет определять плотность образца при заданной температуре в диапазоне от 0 до 95 градусов. Результат корректируется с учетом диастазии образца автоматически. Ренгеновский энергодисперсионный спектрометр Pan-Analytical Epsilon-3-XOE. Диапазон определяемых элементов от фтора до урана. Диапазон концентрации элементов на уровне от доли ППН до 100%. Серия настольных мини-приборов разработки компании Pan-Analytical, предназначенной для точного и воспроизводимого анализа химического состава, как в полевых, так и в лабораторных условиях. Атомная эмиссионная спектрометра с микроволновой плазмой от Jelen-4200. Это прибор нового поколения, еще более экономичный и безопасный, автоматизированный, не потребляет горючих и дорогостоящих газов. Для работы спектрометра требуется воздух для отдува оптики и охлаждения. Наличие программного обеспечения делает спектрометр простым в эксплуатации. Для максимального повышения производительности прибора – автосэмплер SPS-3 со специальным устройством промывочной емкости и двухмерным передвижением манипулятора. Продолжение следует... Продолжение следует...